Привет, друзья! Вы на канале Тихо, и вы смотрите книжку про клещей. Да, сегодня мы читаем книжку про «Победи клещей». Когда весной становится тепло, от зимней спячки пробуждаются клещи. Они выползают из своих логовищ. После долгого зимнего сна клещи очень голодны. Кровь! Их любимая еда. Они любят кровь кушать. Э-э-э-э! Я хочу кушать! Мне плохо! Они хотят кушать кровь, да? Детям клещей тоже нужно садиться за школьную парту и обучаться разным клещиным мудростям. Здесь они получают знания, питание, какая еда самая вкусная, как подкрасться к добыче и на каком месте лучше всего сосать кровь. Да? Вот они учатся. Это школа клещей. Чтобы поймать вкусную добычу, необходимо тренироваться. Всей сворой во главе с профессором Цыпкозубом клещата отправляются на охоту и проверяют полученные знания на практике. Пошли на охоту, говорит профессор. В солнечный день дети человеческие, Аня, Петя и Вася, беззаботно играют и веселятся на лужайке. Шумные детские игры не вызывают беспокойства у них, у их родителей. Но маленькие клещи украдкой следят за всем и думают, как незаметно присосаться к людям. А присосаться? Это что присосаться? Это значит присосаться и пить кровь, как это делают клещи обычно. А вот это их что? Они зубами втыкаются в человечка и начинают ссать кровь. И что? Все, ну слушай дальше. Что нужно? У клещей имеется особый орган чувств, помогающий уловить даже самое незаметное движение и запах. Такое праздничное угощение, как петяные ноги, клещи учуяли очень быстро. Какой пахучий цветок? Вовсе нет, он говорит. Маленькие кровопийцы ползают по траве и кустарникам, ожидая, пока животное или человек, проходя мимо, случайно их заденут. Этим ползающим охотникам не составит труда крепко прицепиться к добыче своими восемью лапками. Они очень быстро располагаются на петяных ногах. Они уже готовы, ждут, когда петя мимо пройдет, потом прыг на него и вцепляются на него своими лапками. Ням-ням-ням-ням, не чавкай, говорит профессор. У клещей имеется особый орган чувств, помогающий уловить даже самое незаметное движение и запах. Такое праздничное угощение, как петяные ноги, клещи учуяли очень быстро. Клещам не нравится, когда люди используют разные средства от вредителей. Запах этих средств настолько им неприятен, что у клещей на время даже пропадает аппетит. Я наелся. Было так вкусно. Похоже, Митя неважно себя чувствует. Бе-е-е. Да, запах их отпугал, отпугнул. Вот это. Угу. Серьезная защита, да? Как пшикаете на ножки. Вот пшикнул на ножки. Вот так, пшикнул на ножки. Вот, надеетесь, надеетесь, шикнул, вот, на ножки мне. На ножки, на ножки. Да, на ножки на ножки. Бактерии, барелия, вирусы клещевого энцефалита. Вот они такие, да? Живут на нем на клеще. Вот они такие, пахие. Следует помнить, что клещи опасны для людей. Они могут переносить болезнотворных микробов, бактерии и вирусы. Вирусы находятся в слюне клеща и сразу же поступают в рану, которая появляется после присасывания клеща. Бактерии находятся в животе клеща, в его кишечнике. Поэтому бактерии в рану проникают не так быстро, обычно в течение нескольких часов. Да? Если клещик сидит несколько часов, то, скорее всего, он может заразить. Помните. Петина мама незамедлительно вытаскивает клеща. Это уменьшает риск заразиться бактериями и заболеть боррелиозом или так называемой болезнью лайма. Петина мама вытаскивает клеща правильно, пицетом. Вот. Неправильно? Маслом, да? А вот правильно, пинцетиком вытаскивать. Или неправильно клеем, да, приклеить и вытащить. Пинцетом самое правильное. Можно ниточкой, да? Можно ниточкой, пинцетом кто как умеет. Какое странное покраснение. К сожалению, Ванина мама не обнаружила и не вытащила клеща своевременно. Оказалось, что этот клещ был переносчиком бактерий. Ваня заболел болезнью лайма. И вместе укуса клеща на коже появилось покраснение. Странный красный круг. Ваня очень испугался, но врач его успокоил и выписывал лекарства, от которых покраснение прошло. К сожалению, да. К сожалению, лечение не помогает бороться с вирусами и лекарства от них еще не запретены. Даже своевременное удаление клеща не защищает от вирусов. А у Ани после удаления клеща повысилась температура. Да, у Ани. Повысилась температура. И она чувствовала себя очень плохо. Вирусы вызвали у нее неприятную болезнь. Менингенцефалит. А повезло. Через пару дней ей стало... А, не повезло. Через пару дней ей стало лучше. И она быстро выздоровела. Но иногда людям не везет. И они заболевают тяжелой болезнью, называемой менингитом. Которая может привести к очень серьезным последствиям. Прилечу, при котором человек не может двигаться. Вот такие опасные клещи. Не, ну ей повезло, она не заболела ей. Сушим дальше. Аня и Вася снова здоровы. И могут вернуться в школу. Но их друг Петя рассказал. Как защитить себя от клещей. От энцефалита защищает вакцина. Поэтому необходимо делать прививку. Если клещ уже присосался, его необходимо как можно быстрее вытащить. От болезни Лайма прививки не помогают. Если появляются признаки этой болезни. Например, странные красные круги на коже. То сразу же нужно идти к врачу. Делать прививку совсем не больно. И посмотри, какой пластырь мне наклеил врач. Все в порядке? Тебе было больно? Спрашивает доктор. Нет. Я даже почти ничего не почувствовал. А когда Камиле делали прививку, было больно? Нет. Однако прививка нужна не везде. Врач объясняет Пете, в каких областях распространена эта хитрая болезнь энцефалита. Прививка необходима только тем людям, которые живут в этих местностях и едут куда-то отдыхать. Вот она желтым обозначена, да? Страны разные. Россия, Прибалтика, Белоруссия. Вот, часть Европы. В общем, там разные страны. Что? 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 Белое? Что? В других странах тоже могут быть клещи. Неприятный вирус встречается и в других европейских странах. Поэтому необходимо сделать прививку, если человек собирается путешествовать в эти страны. Да? А где девушка такое? Там нету? Нету, да, энцефалитных нету. Клещи есть, но энцефалитных нету. Петр, запомни, через год нужно сделать повторную прививку. Здорово, теперь защищен от клещей, говорит мальчик. Медсестра напоминает Пете, чтобы он не забыл прийти через год на третью прививку, тогда он будет защищен по-настоящему. После этого маленький укус прививки ему придется испытывать всего один раз в три года. Клещификат. Настоящему удостоверяем, что Петр, иммунный, ознакомился со всей необходимой информацией о клещах. Он освоил биологию, морфологию и общее клещево видение. Да, дипломат. После того, как врача рассказала Пете, как можно, как много нового о клещах, о том, насколько важно их остерегаться и как себя защитить, медсестра вручила ему клещификат. Теперь Петя маленький эксперт по клещам Ода. Вот, она дала ему, вас ждет очень много интересного, подписывайтесь на наш канал и увидите новые видео.